Привет, дорогие друзья, приветствую всех на моем канале. Новость от 25 сентября, то есть сегодня. 17 вересня 2020 года у Пиромайска склалась серьезная ситуация с водозабеспечением, чем и большая часть места потерпает от отсутствия сталого централизованного водопостачания. Как можете видеть, статья здесь рассказывает про отсутствие воды, но я думаю, все жители Пиромайска уже столкнулись с данной ситуацией. На Достоевского воды нет, а если есть, то напор на пятом этаже действительно очень плохой. Решил снять небольшое видео, где же набрать воды в Пиромайске, может кто-то не знает. Ну что же, ребятки, сегодня мы поедем набирать бесплатную водичку. Мы находимся сейчас в городе Пиромайск, Николаевская область. Насколько мне известно, воду там набирают очень много лет. Я еще, в принципе, с детства помню, что действительно там было место, где набирали воду. И многие жители наших микрорайонов, в принципе, до сих пор набирают там водичку. Не знаю, насколько она безопасная, но мы как бы пользуемся ею. И абсолютно без всяких проблем, в принципе, до сегодняшнего дня. Водичка там классная, вкусная и находится недалеко возле коттеджей. Сейчас мы проедем, посмотрим, как там все выглядит на конец сентября 2020 года. Направляемся в сторону коттеджей. Погодка сегодня супер. Сегодня у нас уже 25 сентября. Скоро начнется, скорее всего, настоящая осень. Но пока что у нас погода просто отличная. Поворачиваем налево здесь, где у нас паркуется конечные автобусы 51-го автобуса. Вот они. И спускаемся в самый низ, немножко ускоримся сейчас. Дорога здесь, в принципе, нормальная. Здесь у нас плиты. Но вообще погода просто супер. Ну, а вот здесь уже начинается такая вот не очень приятная дорога. Здесь мы потихоньку скатываемся аж к самому низу. По вот таким вот камешкам. В детстве я помню, мы здесь немного катались на велосипедах, брали воду, в частности. Вот это данный колодец. И спускаемся в самый низ. Ну, здесь, конечно, дорога не очень хорошая. Но потихонечку можно скатиться, проехать. А можно увидеть, как люди, несмотря на то, что сейчас рабочий день, люди все же идут к водичке, потому что она бесплатная и очень вкусная. Я не знаю, как насчет там всяких проб и так далее. Но, как можете видеть, здесь вот люди идут за водичкой или по водичку, как правильно сказать. Мы тоже недавно начали сюда ездить, набирать воду. Здесь спуск, конечно, не очень такой приятный. Вот, как можете видеть, это у нас дорога на скалу. А людей здесь очень много. Несмотря на пятницу, я не ожидал, что будет такой ажиотаж. Смотрите. Дороги классные вообще, конечно же. Мы спускаемся, как будто на каком-то джипе. И сейчас, когда здесь припаркуемся и наберем водичку. Вода набирают много, потому что я, насколько я знаю, сейчас в городе проблемы с водой. Вот, как можете видеть, очень много людей. Ну что же, мы сейчас тоже спустимся и наберем водичку. Продолжение следует... Продолжение следует... ...право с тем, что в городе наблюдаются проблемы с водой. Сколько мне было слышно от жителей микровоюнов скала, что у них тоже нет воды. И, насколько я знаю, в городе тоже наблюдаются проблемы. Пришлось подождать около 20 минут, но мы набрали нашу водичку. А люди все тем временем все подбывали, приезжали, подходили и так далее. Это место действительно является, как так сказать, спасением для местных жителей. Потому что водичка, во-первых, вкусная, во-вторых, бесплатная, что не может не радовать. Итак, вот, ребятки, сейчас я вам покажу, кстати, на карте локацию, геолокацию данной скважины. А в комментариях напишите, как вам водичка и стоит ли пить такую воду без кипячения и так далее. Также приветствую всей группе в Facebook нашего города. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно. Всем пока-пока. Да, вот, кстати, одна из проблем города еще. Это дым. У нас постоянно где-то что-то, кто-то что-то палит, что-то горит и так далее. На данный момент у нас что здесь? У нас здесь подожгли сухую траву. Вот, пожалуйста, трава горит. Что это может быть непонятно, либо это кто-то кинул окурок, либо непонятно. Но пожар начался, скорее всего, скоро вызовут пожарную машину. Горит основательно. Дым, дым. Дым, дым. Дым. Субтитры создавал DimaTorzok